Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Дорогие друзья, добрый вечер. У нас сегодня в эфире Евгений Юрьевич Тимаков, главный врач, инфекционист, вакцинолог. И говорить мы сегодня будем о том, какая вакцина и какая вакцинация нас может ожидать в ближайшее время. По крайней мере из эфиров федеральных каналов мы знаем, что вакцина разрабатывается. И мы знаем, что вакцина разрабатывается несколькими центрами. Первый центр, наиболее, наверное, разрекламированный, это медицинский центр «Вектор» в Новосибирске. Также вакцина разрабатывается на базе научных центров Минздрава и Минобороны. Евгений Юрьевич, вы можете нам пояснить вообще картину с разработкой вакцины? На основе чего она делается и насколько параллельными курсами идут все вот эти вот медицинские центры? Или они разрабатывают разные вакцины? И что нас ожидает вообще в плане вакцинации? Ну, на самом деле, так как коронавирусная инфекция у нас уже не первый раз, да, у нас уже были первые две эпидемии, связанные с SARS и MERS, до этого, да, в 2000-х годах, сама тема вакцинации уже не нова. То есть изначально уже сделана определенная база для того, чтобы разработать вакцину против коронавирусной инфекции. То есть изначально разработки уже шли, да, то есть вакцина не совсем прямо с нуля делается, потому что первые попытки были, но они стали ненужными из-за того, что первые эпидемии SARS и MERS, вот этот коронавирус, они просто сошли на нет, и вакцинации просто не понадобилось. В данный момент ситуация совершенно другая. Вирус распространял по всему миру, в данном моменте пандемии, он никуда не уйдет, вирус. Он также останется теперь как сезонный. Проблема в том, что сам по себе УРВИ, с одной стороны, протекает легко, и не всем заболевают, но с другой стороны, те, кто заболевает из групп риска, это почти 20% населения, действительно переносят его тяжело, с прилетными осложнениями, осложнениями, связанные со стороны свертывающей системы крови, со стороны легких фиброза образуется, со стороны нервной системы сейчас появились осложнения, очень много психозов на фоне коронавирусной инфекции, появились сосудистые реакции, и, соответственно, стал вопрос о том, что в данный момент эта вакцина как раз актуальна. И одновременно, как только появилась вот эта вирусная инфекция, с самого начала, да, стали разрабатываться различные, различные типы вакцины. Различные в каком плане? Одновременно несколько институтов, вообще по всему миру, да, но у нас в стране, к счастью, производства вакцин налажено, да, поэтому у нас есть определенная научная база, плюс изначальные предпосылки были к этому. Несколько институтов начали разрабатывать вакцины свои, разных совершенно направлений. То есть это и живые вакцины, то есть когда вирус ослабляется, он ослабленный и живой остается, но при этом не патоген для организма. Это и генетический материал вируса, когда берутся кусочки этого вируса, они выращиваются на отдельной культуре, на отдельной среде, и так как антигены, то есть определенные вот эти белки, там АС-белки и так далее, и на них уже человек, когда поступает в организм этой вакцины, реагирует как на настоящий вирус и вырабатывает иммунитет. Это различные формы этой вакцины, да, то есть это и назальная форма, чтобы в нос капать, и в виде йогуртов пытались сделать вакцину, и внутримышечные различные вакцины. Это и новый тип поколения вакцин, как так называемые векторные встраиваемые вакцины, когда встраивается определенный вектор развития вот этого вируса. Какая из этих вакцин будет эффективна, по факту, да, мы на данный момент не знаем. То есть сейчас тестируются различные вот виды. Мы знаем, что уже группа добровольцев определенных, да, уже получили дозу вот этих вакцин, не было осложнений никаких отведений вакцин, но иммуногенность, мы сейчас сказать, какая, насколько она эффективна, мы пока не можем, потому что должен пройти определенный срок. Мы должны посмотреть, как выработались тела на эту вакцину. Вот к осени более-менее будет понятно, как вакцина работает в организме человека, и тогда уже будет принято решение о дальнейшей вакцинации. Вакцинации кого? Во-первых, в первую очередь, людей, которые не болели коронавирусом, и людей, которые являются группой риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. То есть это врачи, которые контактируют непосредственно с коронавирусом, да, люди, которые ухаживают за больными с коронавирусной инфекцией, волонтеры. Как будет подбираться группа для вакцинации? Пока я не могу сказать на 100%, в плане того, что будут ли сами группы риска вакцинироваться, так как пожилые люди, например, которые являются группой риска, для того, чтобы им сделать вакцину, вакцина должна быть испытана, вакцина должна быть действительно, то есть она должна быть безопасна, она должна хорошо переноситься и быть хорошо эффективной. И плюс к этому вирус за этот год, за это время не должен смутировать, что тоже очень важно. То есть надо следить сейчас за мутацией вируса. Есть мутации, их около 500, но они мелкие, то есть они не влияют на сам вирус как таковой, на его структуру. То есть пока вакцина в данный момент эффективна. Есть только две крупных мутации вируса, которые были изначально, там, как говорят, европейские, азиатские, типа вот такого плана. А мелких мутаций действительно много, но это любой вирус в природе мутирует. И еще одна проблема с вакциной, это нужно сделать сразу большое количество доз. То есть по факту вакцинация первая, которая начнется, она будет действительно для групп, для людей, которым она необходима. А потом уже, когда нарастятся объемы, это будет там, понимаете, миллионный объем нарастить не так легко вакцины, да еще и эффективны. То есть это нужно сначала знать, какая вакцина, а потом уже вырастить этот объем вакцины. Сейчас делаются посылки, чтобы сразу подготовить этот объем вакцинации, но быстро это не сделается. Вообще по-хорошему вакцина разрабатывается в течение где-то двух-трех лет для того, чтобы прошли нормальные клинические испытания. То есть она должна быть малоректогенной, эффективной, безопасной, безопасной и для организма, и для срочных аутоимонных различных заболеваний, и безопасной для репродуктивной функции человек. То есть сначала она испытывается на животных. Вот говорю, нам сейчас что хорошо, что повезло, чуть-чуть срок сокращается, потому что изначально у нас была база для этой вакцины на основании первых вакцин, которые были сделаны до этого. Плюс у нас еще очень хорошая база, это мы делали вакцину от рехорадки Эбола, и, соответственно, вот ее основу взяли для того, чтобы провести, на нее посадить этот коронавирус, у них очень много общих свойств и общие иммуногенные свойства. И эта вакцина была разработана в России, и поэтому у нас в этом плане, конечно, больше перспектив по более быстрому внедрению именно вакцинации, если она будет, еще раз говорю, необходима. Евгений Юрьевич, вы знаете, что больше всего интересует жителей российских регионов? Просто вот вы произнесли слово психоз. Психоз, он распространяется не только из-за страха перед заражением коронавирусом. Массовый психоз сегодня нагнетается через социальные сети, через мессенджеры о том, что вакцинация будет принудительной. Вот скажите нам, пожалуйста, насколько принудительной будет вакцинация для школьников, детишек из детских садов, студентов. Потому что если не будет вакцинирован ребенок, то в школу не пустят. Да, я как врач-вакцинолог категорически против вообще темы принудительной вакцинации, потому что вакцинация – вещь индивидуальная. Одно дело, мы защищаем группу людей, допустим, группа риска, которая может заболеть. Но в этой группе риска мы вакцинируем 50 человек, но из них 5 человек мы вакцинировать не можем. Не можем по показаниям или каких-то их идейных соображений, или по показаниям того, что они просто болеют, и не можем их провакцинировать. И вот эти 5 человек выбрать очень тяжело на самом деле. То есть выбрать из группы людей, вот этих 5, которых нельзя вакцинировать, а таких мы находим, когда проводим в школе диспансеризацию, мы видим детишек, которым реально вакцина может быть опасна. Если мы сделаем принудительную вакцинацию без вот этих вот всех нюансов, без добровольного согласия на эту вакцинацию, все-таки это введение чужеродного тела в организм, и ответственность за нее берут на себя не дети, а родители, которые делают эту прививку. Принудительная вакцинация никогда не должна быть. То есть она вообще априори не должна быть, не при коронавирусе, не при какой-то другой теме. Должно быть информировано согласие родителей, то, что во время эпид-процесса, допустим, подъемок, кори, коронавирус в данный момент, имеют право в школе ребенка изолировать, если он опасен для других, или для него опасны другие. То есть он может быть непривитой, но должен быть спасен. То есть он должен быть изолирован на данный момент, в момент эпидемии. То есть он будет находиться на той самой самоизоляции. Но на своем изоляции будет находиться не вся школа, а этих всего лишь 5 человек. И этим 5 человекам обеспечить дистанционное обучение возможно. Потому что они берут на себя как бы вот эту вот ответственность. я, к примеру, школьников говорю, то же самое на работе, большой коллектив точно так же, мы как бы есть противоказания к определенным вакцинам, то есть вакцинация должна быть добровольной, если она будет принудительной, поверьте, 90% населения делать ее просто не будут, они заплатят штраф за отказ от вакцинации, да, и просто ее делать не будут, потому что менталитет, поймите, вот если мне говорят, делай обязательно, что-то здесь не то, значит на ней будут сразу разговоры, делается на вакцине деньги, первый будет разговор, второй будет разговор, который сейчас идет, то, что вакцины будут содержать какие-то там материалы, которые будут управлять потом человеком, да, поэтому делается принудительное по чипированию, понимаете, и вот эта вот принудиловка, она хорошим не закончится никогда, никаким образом, более того, это неправильно, неправильно для здоровья нашего населения, если мы хотим здорового населения, должно быть информированное объяснение, для чего нужна вакцина, должны быть открытые научные статьи, открытые, повторяю, чтобы люди видели, что она действительно протестирована и действительно все правильно и по составу, и по качеству, и как проходили тестирование, то есть должны быть клинические испытания для всех, если мы хотим это сделать, массовую вакцинацию в данный момент. Если мы собираемся вводить эту массовую вакцинацию, она будет вводиться, если не изменится, не смутирует вирус, то, соответственно, человек, который делает прививку, должен о ней знать все. И врач, который делает прививку, он должен знать полноценную всю информацию. Соответственно, должны быть в открытом поступе, клинические испытания, вакцины, то, что как она была сделана, ее состав, есть ли там какие-то вторичные вещества, которые вредны для организма, или нет этих веществ, если есть, то какие вещества, какие дозы, мы должны это знать, потому что иначе, как делать вот с нас, мы делаем прививки сейчас, допустим, там, откокшет, делит, столбника, мы знаем состав вакцин, мы знаем, сколько там микрограмм, да, содержится в каком вещества, мы знаем, как оно распадается, через сколько делать следующую прививку. И это мы тоже должны знать, не только по аннотации к прививке, а по клиническим испытаниям. Вот я, как врач, хотел бы видеть эти испытания, видеть эти данные, пока их нет в открытом доступе. И когда мы придем к массовой вакцинации, они должны быть, и человек может, должен иметь возможность с ними ознакомиться. У нас люди очень многие въедливые, читают интернет, а не только в соцсети, и читают вот эту информацию, она должна быть доступна. Вот вы знаете, Евгений Юрьевич, въедливость это хорошая черта, значительного количества жителей России. Но дело в том, что в национальных регионах, в национальных республиках, люди зачастую заняты зарабатыванием денег. И у них очень большой скепсис по отношению ко всему, что делают сегодня власти. Во-первых, скепсис по отношению к самому вирусу. Люди, почему такое массовое заражение пошло в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, в татарских районах, в Мордовии, в самом Татарстане. Потому что по национальным республикам разлито было сомнение в том, что вообще вирус существует. Люди не верили. И люди продолжали встречаться, посещать массовые мероприятия, свадьбы, похороны, посещение духовных собраний каких-то и так далее. Произошло массовое заражение. Теперь, когда похоронили много родственников, и власти заговорили о вакцинации, сегодня не верят вообще в саму вакцину. Боятся, что через вакцину, как вы говорите, будут чипировать. Боятся, что будет идти управление какое-то принудительное через вакцину. И боятся, что эта вакцина с отложенным каким-то действием, допустим, приведет к бесплодию у женщин, или приведет к импотенции у мужчин, или приведет к тому, что через год начнут умирать люди от непонятных симптомов и болезней. Что это все какой-то мировой заговор. Вот с этими фобиями как бороться, Евгений Юрьевич? С этими фобиями никак бороться невозможно. Это фобия соцсетей и фобия фейков соцсетей. Поймите, когда есть интересная информация, когда есть взрывной эмоциональный контент, да любой контент, я там напишу, что я нашел ядерную бомбу у себя лично, на дворе. Понимаете, вот эта информация взрывная, она начинает распространяться в сети. Ну, просто по факту любой фейк, знаете, там, земля плоская, к примеру, да, там инопланетяне сидят здесь, да, то есть мы верят человек во все, что угодно, что вызывает у него эмоциональный всплеск. Потому что эмоциональный всплеск, он закрепляется в голове как, знаете, как наркотик, как доза определенного адреналина, да, все по-разному адреналин получают. Вот большинство людей получают адреналин от каких-то эмоциональных вот этих вот всплесков. Вот этот фейк, он сделан психологически, фейк, они делаются с поддействием на подкорку, на структуру. То есть человек или загоняет в страх, или загоняет в тревогу какую-то, или загоняет в мысли, которые начинают крутить в голове очень долго. Потому что о конце света уже говорят, там, 20 лет, да, говорят о конце света. Появился повод, вот он типа того, вот он, готовый конец света. Вот у вас, вот такая вакцина, сейчас мы вас зачипируем таким образом, да. То есть вот он повод появился. Проводов много разных. И подкожные видения, и в Европе сейчас там и водят уже, да, ходят с карточками, ну, прикладывают вместо карточки дверью руку, да, и там считывается информация. Это можно по-разному воспринимать. Уходим от темы чипирования, уходим от темы, соответственно, вот этого мирового заговора, да. Потому что, ну, где-то что-то, там, может плавает, не плавает, но в данном случае мы говорим о вакцине. О вакцине, которая является, по факту, то сама вакцина, любая вакцина является, по факту, для человека помощью, как лекарство, то есть он вырабатывает иммунитет к инфекции. Чем вакцина нужна? Когда нет инфекции, он не вырабатывает к ней иммунитет. То есть, соответственно, он не тренирует его никаким образом. Вот сейчас наше все поколение, которое выросло, по факту на вакцинацию, с одной стороны, мы сделали большое добро. У нас у людей иммунитет от вакцин есть. Но если придет настоящий вирус технически, и часть людей, которые не привиты, с ним встретятся, которые не имеют иммунитет, они будут переносить этот вирус тяжелее, чем это было бы 40 лет назад. Потому что 40 лет назад болели все, как бы поголовно, постоянно это количество вирусов передавали. В данном случае с коронавирусом, у нас есть большое количество коронавирусов, мы с ними совсем контактируем. Вот на сегодняшний день контакт с коронавирусом, для тех, кто предрасположен, к сожалению, заканчивая летальным исходом, для тех, кто просто контактирует с небольшими дозами возбудителя, это как аналог вот этой небольшой уже в вакцинации идет. То есть человек приобретает частично вот этот контакт, он тренирует свой организм, тренирует в данный момент. Поэтому вакцина нужна на отсроченные сроки на поколение. То есть сейчас будет первое доза для людей, которые контактируют, а через год, через два, когда оно уже полностью протестируется, полностью будет понятно, как она работает, будут проведены клинические испытания, будет понятно, что у нас вирус творит с этим коронавирусом, потому что коронавирус вырабатывает нестойкий иммунитет. Мы видим повторное заражение. Мы видим на первых эпидемиях SARS то, что иммунитет на коронавирус держится с шести месяцев до четырех лет. Все. Дальше его нет. То есть вот через 3-4 года, если вирус не изменится, у нас защиты особо не будет. То есть нам опять заново всем придется перебаливать. Вот тогда вакцина может помочь. Евгений Юрьевич, вы сказали, что те, кто уже переболел коронавирусом, у них вырабатывается, ну пусть нестойкий, но какой-то временный иммунитет. Так вот, в ситуации вот этого неверия властям, недоверия властям, в ситуации распространения этих фобий в среде населения, что вакцинация будет принудительная, что она приведет к бесплодию, что она приведет к чипированию и так далее, я так понимаю, что значительное количество людей предпочтет заразиться коронавирусом и переболеть самостоятельно. Чтобы к ним потом не приставали с вакцинами. Чтобы они потом могли сказать, а вот видите, у меня иммунитет выработался естественным путем. Да, к сожалению, сейчас так многие и делают, просто не понимают того, что когда заболевает человек с определенным, есть генетическая предрасположенность, есть возрастная предрасположенность, есть половая, есть по группам крови у коронавируса, то есть у него как бы определенно бьет кого-то сильнее, кого-то слабее. Действительно, да, то есть даже если человек один в семье болеет, не факт, что заболеют остальные. И я по статистике смотрю, что не все заболевают. То есть заболевает один, в семьях, ну в большинстве, скажем, 60-70% не все болеют, то есть не вся семья заболевает, да, то есть по факту контакт есть, тренировка иммунитета есть, но заболеваемый не 100%. О чем это говорит? О том, что не все, конечно, восприимчивы, но те ребята, которые восприимчивы, я знаю столько знакомых своих бывших уже, которые уйдили. Они понимают, или переболели тяжело, в таких серьезнейших формах, так тяжело болели. Болезнь протекала от месяца до двух с половиной у многих, это просто вот влежка, я же врач, да, то есть я общаюсь, звонят со всего, вообще мне звонят со всей страны, так как у меня там очень много контактов, и люди болеют тяжело, даже те, кто выживает. А ушло у меня около 15 знакомых, которые не выжили. Представьте себе, это не такая, это у одного человека знакомых, да, то есть те, которые ушли. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что не такой безопасный вирус, понимаете, играть в лотерею, когда 20% населения болеют в тяжелой форме. Не в тяжелой, а вот заболевают в такой серьезной форме. Из них 5 умер, где-то, ну, 3,5-5% умирают, это русская рулетка фактически. Если самостоятельно идти на заражение, представляете, каждый, каждый десятый, да, каждый десятый умирает, каждый пятый в тяжелой, в серьезной форме болеет. Ну, что это? Я понимаю, что мы можем не попасть в эту статистику, да, но каждый пятый, просто рулетка, это в патроннике 6 штук. Считайте, чистый, чистый патронник, вот чисто русская рулетка, как вы сказали, все правильно. Поэтому недооценить коронавирус не надо, и более того, он никуда не исчез. Сейчас вообще все расслабоются, все расслабились, все ходят по улице без масок, без всего. То есть, реальная штука волны, она возможна? Возможно, волна серьезных проявлений болезни, вот так скажем. Потому что сейчас, в данный момент, основная группа людей, населения, иммунитет, или контакт, или тренировка, уже получила свой. Но у нас остались люди осознанные. Вот сейчас будут страдать те, кто реально был сознательным. То есть, тот, кто сидел на изоляции, и наши бабушки, дедушки, которые сидели на изоляции, действительно, они сейчас выходят на улицу. Контакты остались, источники инфекции. Большинство уже, если раньше один человек, допустим, заражал вокруг себя 10-15, теперь один человек заражает 0-8 человек. К примеру. Но контакт есть в любом случае, никуда ты от этого не денешься. И вот теперь он как раз опасен для нашей группы риска. А если заболеет группа риска, понимая статистика, будет уже, количество людей будет заболевших мало, количество, но по тяжести это уже будет серьезнее, тяжелее. Поэтому здесь, говорю, в первую очередь сейчас все-таки старичкам в нашем масочный режим соблюдать. Кстати, по новому исследованию маски помогают хорошо. Для того, чтобы заболеть коронавирусом, нужен длительный контакт. Вспомните, заболевает в основном где? На вечеринке, где долго контактировали тесно, на свадьбах, где долго контактируют тесно, в кафе, где было какое-то сборище, где там сидели, там отмечали что-то, на мероприятии. То есть, все заражения, основные заражения кластерные. То есть, там, где люди тесно контактируют друг с другом. Заражений на улице почти нет. Заражений среди детских коллективов, дети не так передают, тоже почти нет. Заражений из магазинов единичные случаи. То есть, кратковременный контакт меньше пяти минут, вирус не дает ту нагрузку, чтобы заболеть. Во факт. Это нужно иметь... Очень полезная информация. Евгений Ильич, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете информацию о том, что коронавирус начал распространяться не в марте-апреле, когда начали вводить режим самоизоляции, а осенью еще 19-го года. И что количество переболевших в нашей стране может быть больше. В какой стране? В нашей? Ну, в России, да. Что вот с осени пошло... В Китае однозначно с ноября. Это однозначно. Для того, что вирус распространился, нужен не один завозной случай. То есть, их должно быть десятки. То есть, это не один человек должен приехать. Вирус не такая большая катагиозная, чтобы быстро распространиться. То есть, действительно, ему нужно наработать вот это распространение. Те пневмонии, которые были осенью у нас, не похожи совершенно на коронавирусную инфекцию. Клинии совсем по-другому. То есть, коронавирус сейчас все-таки имеет свою клиническую картину специфическую. Те пневмонии, которые сейчас говорят, что все мы переболели пневмониями, это был коронавирус? Нет. Не коронавирусный инфекция. То есть, был коронавирус сезонный тогда. У нас 4 типа коронавируса есть сезонные, которые, были РС-вирусы, был метапневмовирус, было очень много мекоплазм. То есть, по факту, там была чистая клиника других совершенно пневмонии. Другой инфекции. У коронавируса своя клиническая картина, четкая клиническая картина с определенной статистикой летальности. Понимаете, если бы это все было осенью, то мы бы сейчас видели такой подъем статистики по летальности без лечения и без изоляции, то есть, это было бы то же самое, что в Италии. По факту, нет, у нас в стране этого не было точно. Китай, естественно, началась раньше, чем в декабре, потому что, чтобы распространилось, нужно, чтобы источники эту инфекцию передали определенную. В Европе, скорее всего, завезли. Гораздо раньше была вспышка, где-то наверняка недели за 3-4 до этой вспышки завезли. В Италии, я имею в виду, вот это в очаге. Америка в данный момент просто-напросто решила, что она самая такая, ничего не страшно. И в завозной очаге было очень много завозных очагов изначально, и поэтому те же самые ситуации, что и в Италии. В наших республиках это просто-напросто из-за того, что менталитет людей и, скажем так, отношение действительно наплевательское, и традиции национальные превысили саму опасность ситуации, поэтому такая ситуация, вот это заболевание. Ну, если брать наши регионы, остальные, ну, большинство, скажем так, регионов все-таки вошли в эпидемию грамотно, осознанно, постепенно, и эта постепенность нам, Егорич, позволила сейчас основная часть населения сейчас не опасна эпидемиологически. Евгений Ильич, у меня последний вопрос. Все-таки страх перед принудительной вакцинацией нам рассеять в ближайшие месяцы не удастся. И чиновничий как бы дурь зачастую на местах тоже не перешибить. Ну, допустим, где-то в каких-то регионах для того, чтобы отчитаться перед начальством, медицинские чиновники захотят навязать родителям, детям вакцинацию. В той или иной степени принуждения. Вот если отец, мать услышали, что ребенку навязывают вакцину, вакцинацию в школе или в садике, какие методы правовой защиты у нас существуют, юридической защиты? В данный момент у нас есть законодательство, которое, к счастью, пока не изменено, то, что человек имеет право, то, что вакцинация является добровольным. И есть статья определенная, да, на основании которой родители имеют право не делать вакцину и написать, есть форма определенная отказа от проведения вакцинации ребенка. То есть родители заполняют этот отказ, школе передают эту карточку, карточку в школе, ну, они хранят этот отказ, потому что они отказывают от прививок, соответственно, и школа их предупреждает, санитарный врач и Минздрав говорят о том, что вас, допустим, в школе корят. Все, вас корят в школе, то есть, соответственно, ребенок, который не предупредит от коря, в школу не ходит или прививается. Вот только так. Если же какие-то прецеденты, но это только через администрацию решать и через судебные вещи, потому что у нас по закону это сейчас запрещено, то есть не брать в школу детей непривитых сейчас запрещено в данный момент. Я надеюсь, этот закон не изменен, как собираются изменить, что будет очень большой ошибкой. Я повторю, вы сказали фразу непривитых детей непривитых детей брать в школу нельзя не брать непривитых детей в школу. Нельзя не брать непривитых детей в школу. То есть, если мой ребенок не привит... Они не должны приходить в школу, эти дети. Они должны встречать в школу, как и все, вне эпидемии. Понимаете, мы прививки делаем определенные инфекции. Мы делаем прививку, ну, я беру прививку кори, да, делаем прививку от кори. Это не означает, что во время эпидемии гриппа ребенку нельзя ходить в школу никаким образом, Потому что это другая инфекция совершенно, да, то есть он имеет право его не пускать только в ту эпидемию, когда он опасен для других. Потому что если он заразится, он заразит потом очень много вокруг себя, то есть распространит эпид-процесс дальше, да, то есть инфекция пойдет дальше. Вот тогда его можно, не можно, а по прописанию Минздрава, то, что в школе эпидемия, они пишут там директору, и директор говорит, что так это так, вот на основании такого закона, закон есть по санэпид-обстановке, да, по санэпид-обстановке, то, что человек, являющийся источником инфекции или опасный, то есть имеет право быть изолимым, как сейчас у нас в данный момент с этой пандемией, да, творится с коронавирусом, его признали особо опасной инфекцией, соответственно, на особо опасную инфекцию могут проводиться определенные мероприятия. Позвольте, я повторю несколько тезисов, которые прозвучали сегодня в нашей беседе, перед тем, как завершить уже. Первое. Вы выступаете как врач против принудительной вакцинации, и вы не верите в то, что вакцинация будет всеобщей и принудительной. Кроме того, законодательство России сегодня еще препятствует принудительной массовой вакцинации. Если же где-то в регионе случаются попытки давления на родителей со стороны дирекции школы, со стороны руководства детских садов или в каких-то коллективах государственных, что вы обязательно должны быть привиты, без прививок мы вас уволим, ребенка в школу не пустим, в садик не возьмем, это нарушение закона, и родители имеют право писать жалобы, заявления, подавать в суд на то, чтобы их детей или их самих допустили на место учебы или на место работы. Но если вдруг происходят какие-то случаи заражения, то здесь уже действует по ситуации, там, кого изолировать, кого переводить на дистанционное обучение. Картина вот такая. Абсолютно правильно, да. По поводу увольнения вы упомянули, кстати, есть принудительная вакцинация у взрослых, у лиц, которые работают на определенных мероприятиях, да, медработники, пищеблоки, к примеру, да, на пищеблоках, у них просто, у нас есть прививки, которые мы должны делать обязательно, гепатит, к примеру, да, то есть у нас есть определенный блок прививок, который мы там делаем, то есть у нас это заложено нашими должностными обязанностями, То есть мы, работая в этой сфере, должны быть защищены, чтобы не заражать других. Вот это да, это и есть. И действительно могут уволить, если нет прививок у человека, который работает на такое предприятие. Но коронавирусная вакцина, она входит в этот обязательный блок? Пока она еще не входит в данный блок. Я говорю, это скорее всего как раз и будет та группа людей, которые будут вакцинированы. То есть это будут медработники, это будут работники, которые ухаживают за коронавирусными больными, волонтеры и так далее. То есть те, кто контактирует непосредственно. Как сейчас в больницах блоки коронавирусные есть, вот эти блоки коронавирусные и будут той самой группой населения, которая должна быть защищена, чтобы не распространять. Мы вас услышали, поняли. Спасибо вам большое, Евгений Юрьевич. До следующих встреч. Всех благ, берегите себя. Вам здоровья. Спасибо еще раз.